Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Лучшие врачи Мужчины Так Нобелевские лауреаты В основном мужчины Золотые слова В связи с этим у меня к тебе такой вопрос Что тебе известно А нанотехнология Ну неожиданный вопрос Говоря простым языком Это сверхпроводник будущее Область науки и техники Позволяющая создать например Монитор меньше миллиметра В нашей стране Возможности наночастиц изучать в Москве В иномационном центре Сколково Ну твоих знаний более чем достаточно Так вот Эти два молодых человека Были неоднократно Замечены в Москве И по видимому Нанотехнологии каким-то образом Проникливых светлые головы Ведь они так играют Что я со всей определенностью Могу утверждать Что у них либо нано-домры Либо нано-пальцы Встречайте Первыми ювеляра поздравляет Поколение нано Обладатели гран-при Лауреаты многочисленных международных конкурсов Александр Далматов И Данила Гельмантинов Концертмейстер Светлана Майорова Цыганков Русский сувенир 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 В 2015 году отмечается немало юбилейных дат. Одна из самых знаменательных – 70-летие Великой Победы. В этот праздничный вечер мы говорим спасибо тем, кто подарил всему миру жизнь, со слезами на глазах, с сединою на висках. От героев былых имен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Чистый ветер еле колышет, чистый снег заметает. Поля большего вражьего шага не слышит. Отдыхает моя земля. Сводный старший хор Кантилена. Солистка, лауреат международных конкурсов Лариса Кацюба. Дети войны. Дети войны. Дети войны. Смотрят в небо, глаза воспаленные. Дети войны. В сердце маленькое, в море бессонное, в сердце словно ошелянный дом. В Венинградский гремит ветром, неумолчанный гремит ветром. Дети войны. Набивались в теплушки открытые. Дети войны. 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 Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулак Первый и седьмой далеко, но, поверьте, во многом именно седьмая опережает другие общеобразовательные и другие учреждения дополнительного образования отрасли культуры. И, конечно, сегодня присутствуют уважаемые директора музыкальной школы, школы искусств, они еще поздравят, но мы все вместе можем уверенно сказать, действительно, высочайшего уровня педагогии, действительно, есть находки образовательных программ. Действительно, очень сплоченный коллектив и вас, уважаемые родители, и вас, уважаемые детки, и всех уважаемых педагогов, потому что без этого просто нельзя прийти к тому, о чем мы с вами мечтаем, к тому, о чем мы с вами готовы говорить и говорить, делать и делать. И, конечно, за это огромное спасибо, потому что, если есть желание быть вместе, побеждать, стремиться и, самое главное, вместе работать, ведь это же титанический труд, титанический. Я думаю, каждый из ребят знает, как не хочется брать инструмент, как не хочется ходить на репетиции, но при этом как здорово, когда тебе вручают уже первую твою награду, когда ты становишься победителем того или иного конкурса. И действительно хочется мечтать о профессиональной карьере. Это действительно так. И, позвольте, я уже на эту сцену приглашу директора школы, Лариса Владимировна. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей дружной компании, стоящей сейчас именно для того, чтобы сказать добрые слова всему коллективу. Выходите, пожалуйста, поближе. Я думаю, что слова известного мыслителя Сократа, я их озвучу. Солнце есть в каждом человеке. Дайте гореть этому солнцу. Уже, наверное, стали девизом вашей школы. Потому что, еще раз повторю, то горение, то желание стать сопричастным каждому ребенку, донести каждому свое мастерство, подобрать репертуар по силам, но при этом все-таки уже усложнять с каждым годом. Спасибо за вашу активность во всех наших общегородских мероприятиях. И, конечно, особенное спасибо за то, что у вас есть и свой преподавательский коллектив, исполнительский, наш любимый Лель. И при этом мы передаем этот опыт маленьким исполнителям. Уже Лельок подхватывает эту эстафету. И, конечно, те замечательные подходы в рамках программы раннего эстетического развития, это тоже все то, что всех радует. И, конечно, если школе 55, мы обязаны пожелать, ну, хотя бы столько же. Но будем думать о том, что это будет действительно яркая страница истории города Красноярска. Я сегодня уполномочена поздравить школу, коллектив школы, вас, уважаемые родители, вас, уважаемые ребята, от имени главы города Красноярска. Идхамышу Крича Булатова. Примите, пожалуйста, этот памятный адрес. Памятный адрес от всех учреждений культуры, муниципальных учреждений нашего большого города Красноярска. И, конечно, от сотрудников главного управления культуры. Вот это благодарственная, вернее, почетная грамота главного управления культуры всему коллективу. И, конечно, мы раскроем секрет, да, Лариса Владимировна, что буквально на педагогическом собрании, нашем педсовете в пятницу мы продолжим это награждение уже персонально. Потому что в такой праздничный вечер хочется слышать наших замечательных ребятишек, потому что это и есть тот высокий результат, к которому мы стремимся. Примите, пожалуйста, это для всего коллектива, повторяю. Ну и, конечно, под особые аплодисменты давайте поблагодарим вот эту хрупкую, милую женщину, этого замечательного руководителя, этого замечательного человека, потому что выдержать вот то, как принято говорить, хозяйство, и то образовательное пространство сформировать с душою и с теплом может не каждый. А Лариса Владимировна это делает. Мы вас очень ценим, очень любим. Спасибо всем. И, конечно, с праздников, здоровья, добра, тепла, успехов. Спасибо за все то, что вы делаете для родного города и для родных ребятишек. Поздравить коллектив школы мы приглашаем заместителя, руководителя администрации Свердловского района города Красноярска, Разгоняева Сергея Леонидовича. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне очень приятно находиться в этом зале на вашем юбилее, потому что почти 20 лет я работаю в районе, и мы из этих 55 лет почти 20 лет дружим. Я не имею в виду администрацию дружат, я, потому что я отвечаю за социальную сферу, потому что не обходится ни одного мероприятия культурного в районе без участия педагогов, учеников школы. Не обходится ни одного поздравления, чтобы они не показывали свой уровень, свое искусство. Очень приятно то, что ученики школы являются лауреатами всех различных конкурсов. Я не буду, это очень долго надо будет говорить. И я хочу сказать только то, что последние годы премию главы Сырловского района мы регулярно вручаем ученикам школы. И это заслуженно. Это уровень подготовки. Хорошо выступать не первым. Наталья Валерьевна уже все сказала эпитеты добрые в адрес школы. Не надо их повторять. Я просто поздравляю вас с юбилеем. Я просто желаю вам здоровья, добра, счастья. Чтобы все у вас было хорошо и получалось. И всегда, чтобы вы откликались по первому нашему зову. А я думаю, что это никогда не будет по-другому. Завершите мне по поручению главы Сырловского района вручить почетную грамоту. Он, к сожалению, не смог присутствовать, потому что Сырловский район собрал всех глав по какому-то вопросу. Поручил это мне, хотя я все равно здесь был бы на этом мероприятии. И я счастлив, что вручаю эту почетную грамоту я. С праздником вас, дорогие друзья! На сцену приглашается председатель Краевой Организации Российского профсоюза работников культуры Гоговская Оксана Алексеевна. Добрый день, добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые педагоги, ученики, их родители. Действительно, сегодня прекрасный праздник. И я думаю, что достойно музыкальной школе номер 7 поставлены две отметки, пять. Мечта каждого ученика и преподавателя, чтобы дети учились на отлично. Музыкальная школа – замечательный дом, где присутствует преемственность поколений, где опытные люди учат детей и передают свой опыт. И где опытные люди набираются новых технологий от молодого поколения. Прекрасные слова за моей спиной. Мы обнимаем вас музыкой. И действительно, в объятиях музыки чувствуешь нежность, теплоту, чувственность. Дай Бог этой школе прожить еще столько же лет, вот сколько написано. Здоровья, творческих успехов для учеников, для преподавателей и всего самого хорошего. Но и, безусловно, на день рождения, Лариса Владимировна, и Светлана Васильевна, председатель профсоюзной организации, мы не могли прийти без подарка. Я думаю, что он будет полезен как преподавателям, так и ученикам. Спасибо. Слово предоставляется представителю Совета директоров музыкальных школ и школ искусств, директору детской школы искусств номер 6, Кузиной Ольге Валерьевне. Добрый вечер, уважаемые гости. Дорогая Лариса Владимировна, уважаемые преподаватели музыкальной школы номер 7, дорогие родители и ученики. Сегодня поистине очень светлый и праздничный день, и разрешите от имени Совета директоров городских музыкальных школ, школ искусств и художественных школ поздравить вас с этим замечательным днем. Что такое музыкальная школа в отдаленном от центра районе города Красноярска? Безусловно, это источник знаний, источник культуры, источник тепла и любви. Уважаемые преподаватели, я желаю вам здоровья и той неиссякаемой любви, которую вы каждый день вкладываете в души и сердца этого замечательного подрастающего поколения будущего Свердловского района. Конечно, у каждой школы есть своя история. И достаточно символично, что в сегодняшний вечер открыли учащиеся народного отделения. Мы, конечно, всегда вспоминаем о Леониде Семеновиче, мы вспоминаем о Светлане Викторовне, о прекрасных руководителях и вдохновителях всего коллектива, которые отдали свою душу и сердце. И сегодня наверняка результаты их деятельности мы тоже видим и слышим. Уважаемая Лариса Владимировна, мы вас поздравляем сердечно, желаем вам сил. И несмотря на тонкость и хрупкость, за каждым руководителем должна быть идея, должна быть сила и магнит, который притягивает всех, кто работает в вашей школе, и всех детей, которые у вас учатся. Разрешите вручить вам небольшой сувенирный конверт и еще раз вас поздравить всеми аплодисментами. Спасибо. Классическое музыкальное образование. Саша, как ты думаешь, музыкант с таким багажом может проявить себя в другом музыкальном стиле? Конечно. Я в этом абсолютно уверен. Столь знаменательный день. Знаешь, хочется чего-то необычного для таких зрителей. А что, если нам... Нет. Я все продумал. Меня беспокоит слово «нам». Саша, текст уже написан. Ну а без тебя премьера, ну, просто не состоится. К тому же мы все прекрасно знаем, что лучшие учителя — мужчины, лучшие врачи — мужчины, и, наконец, лучшие рэперы — мужчины. Ты меня ставишь в трудное положение, ведь я не смогу тебе отказать. Да и рэп читает, как минимум, подбитый. Ты напрасно переживаешь. На самом деле все готово к твоему выступлению. Да и зрители нам помогут. Ведь помогут. Пусть говорят, у нас живи, мы можем творить, играть без ошибок. У нас есть призвание, а в музыке знания. Не место красно, а талантливые люди. Спасибо им скажем, мы музыку любим. Гармоний гранит я с радостью съем. Горжусь, что учусь в школе Н7. Здесь каждый растет, становясь человеком. Здесь не музей, мы идем в ногу с века. Это не просто праздничный текст. Мы поколение Next. Да, мы поколение Next. Да, мы поколение. Благодарим за терпение наших учителей, а также родителей, что мы можем спеть, танцевать и сыграть. И любим мы музыку, знаем на пять. Освоим профессии мы на отлично. Быть музыкантом, это прилично. Пусть всюду кричат, что компьютерный век. Без музыки ты не человек. Школа Н7 научила нас жить. И невозможно ее не любить. Это не просто праздничный текст. Мы поколение Next. Да, мы поколение Next. Да, мы поколение. Юбиляра. Детскую музыкальную школу номер 7 поздравляет поколение Next. Наши выпускники прошлых лет. Встречайте, квартет виолончелистов. Татьяна Криско, Наталья Чебурная, Сергей Гавриленко, преподаватель по классу виолончели Нина Владимировна Шугова. Гайден Минает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Согласись, тембр виолончели никого не может оставить равнодушным. Ни один из музыкальных инструментов не обладает таким бархатным голосом. Да, с этим не поспоришь. Хотя красотой тембра всегда восхищал слушатель именно человеческий голос. И сейчас мы приглашаем на эту сцену обладательницу высокого, колоратурного сопрано, выпускницу нашей школы, ныне преподавателя по классу хора и сольного пения, лауреата международных конкурсов Милиану Плиеву, концертмейстер Станислав Корнеев. Булахов, нет, не люблю я вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нет, не люблю я вас. И любить не стану. Коварных ваших глаз не верю, я обману. Остыл огонь души и сердце охладело. Вы очень хороши, но мне какое дело. Пора мне померить в себя в опасных. От жара нежных встреч и в ссорах сложнострастных. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Быть и может и любить, мама, Нет, 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 я вас любить не стану. Коварных ваших глаз не верю, я обману, Остыла к нам души, и сердце охладело. Вы очень хороши, но мне какое дело? Нет, не люблю я вас. Колокольчики мои, гори, гори, моя звезда. Романцы русского композитора XIX века Петра Булахова Не утеряли свои ценности для современных исполнителей. Булахов, ты сердце знаешь, из него ты извлекаешь голос радостный, души. А душа русского композитора сокрыта в народных мелодиях, Лирических, былинных, наигрышах, потешках. Встречайте, студенты Красноярского колледжа искусств имени Иванова Роткевича, Александра Ершова и Александра Коростелева. Шуточная народная песня «Садила баба лук, чеснок». Концертмейстер Антон Шестиалтынов. Садила баба лук, чеснок, садила баба лук, чеснок, Челевики, мухи, комары, шала-бала, баинь, говори. Поела козелок, чеснок, поела козелок, чеснок, Челевики, мухи, комары, шала-бала, баинь, говори. Поймали козла сорока, поймали козла сорока, Челевики, мухи, комары, шала-бала, баинь, говори. Повели козла на базар, повели козла на базар, Челевики, мухи, комары, шала-бала, баинь, говори. Продали хазла за три рубля, Продали хазла за три рубля, Челевики, мухи, комары, Шалабалабай говорить. На сцене, как правило, выступает творческий союз, Солист и концертмейстер. Но не, пожалуй, только рояль в равной степени И ансамблевый инструмент весольный. Я приглашаю на сцену незаурядную личность, Казалось бы, совершенно далекую от музыки. Этот исполнитель в настоящее время Автомобильный делмастер. Лишний раз убеждаешься, что музыкант — Это не профессия, а состояние души. Встречайте, Александр Столешайко, Революционный этюд Шопена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Среди многочисленных музыкальных инструментов Есть один, чисто мужской. Во-первых, у него приличный вес. Во-вторых, он красив собой. Ну а в-третьих, исполнители, преимущественно, мужчины. И какой инструмент ты имеешь в виду? На сцене обладатели гран-при студенты колледжа Академии Музыки и Театра Константин Камалдинов и Илья Шевченко. Академия Музыка 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 Фамилию ландшафтного дизайна мы не скажем Уведут И вот ты заходишь в святая святых Детскую школу искусств номер 7 Просторные коридоры На стенах репродукция картин Монер Кандинского, Ван Гога, Пикассо На первом этаже огромный конференц-зал Где будут проходить методические конференции Мастер-классы, телемосты А концертный зал, мечта музыканта На сцене рояль черный, нет, белый, а лучше красный Ну это уже три рояля Саша, роялей много не бывает Но нужен школе рояль Ну это же король, ну как без короля? Ну в тебе говорит это определенно пиани Это во мне говорит профессионал А класс, светлые и сцена, и рояль И инструменты исключительно мастеровые И вообще, почему школа искусств Это исключительно музыка, живопись и хореография? А как же киноискусство, театр, анимация? Надо расширять границы Ведь есть же специальная звукорежиссура в нашей академии музыки театра А 2016 год объявлен годом кино в России И еще Такая малюсенькая студия звукозаписи Как этот зал? Да, скромно, но со вкусом Саша, но ведь это же будет школой века Ну, ты фантазерка Нет, ну конечно ты умеешь вдохновить Только я стесняюсь, директор-то знает о твоих мечтах Теперь знает И не только директор Но ведь у нас самый креативный директор К тому же это была только прелюдия Только прелюдия? Саша, не место красит человека А человек-место Ведь ты же знаешь Какие у нас преподаватели Какие концертмейстеры Ведь с ними можно не только горы свернуть Но и школу века построить Дорогие учителя Самые лучшие Самые талантливые Самые-самые Кто работал в нашей школе Кто работает Кто будет работать Вы творите историю Вы из маленького человека Создаете творческую личность И пускай эта работа не сразу бедна И не всегда отмечена грамотами Но мы-то знаем ей истинную цену Не все выбирают музыку своей профессии Но все становятся добрыми Настоящими людьми И это во многом Ваша заслуга И сегодня для вас играет Специально возродившийся ансамбль Русских народных инструментов Лилек Нискуба Александр Тимошин Антон Ткач Ольга Монастырная Вероника Катрюк Анна Жукова Елена Дербенко Поиграй в джаз Монастырная Вероника 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 И просто красавица Встречайте, на сцене поколения Бест Лауреат международных конкурсов Вокальный ансамбль преподавателей Серебряный дождь Отличницы, спортсменки, комсомолки Ну и просто красавица С песней Мочевряни Даури Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возвещали прохожему утро Воздух там чист, как молитва ребенка И люди, как вольные птицы, живут беззаботно Таятся там жены и дела И шьют серебром С душой желающей южной С цепями судьбы незнакомой На сцене Лариса Кацуба Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Саша, а ведь мы уже делаем первые шаги к мечте Я что-то пропустил? Нам песня «Строить и жить» помогает. Как «Серебряный дождь», «Екатерина Абрамчик», «Лариса Катюба» «Строить буду обаятельной и привлекательной» женщины? Саша, ну что ты? Нам, женщинам, отведена скромная, небольшая, главная роль. Но без командира нам не обойтись. Встречайте, выпускник нашей школы, капитан полиции Антон Тимошин и ансамбль русских народных инструментов «Лель», русская народная песня «Коробейники». Встречайте! Встречайте! КОНЕЦ Мама, коробушка, есть и сицы, и молча. Пожалей душа, сосновушка, молодецкого плеча. Пожалей душа, сосновушка, молодецкого плеча. Пойдем, пройдем, брошь высокую там, до ночи погожу. Позови жучер науку, я все товары разложу. Цены заплатил немалые, не торгуйся, не скупись. Поздравляй, как губки, алые книжек, ты могу садись. Вот, Ивана, ночь туманная, ждет удалый молодец. Чум идет, пришла желанная, продает на воркопец. Чум идет, пришла желанная, продает на воркопец. Знает только ночь глупокая, как поводили они. Распрямись, рожь высокая, тайну свято-сохранись. Распрямись, ты рожь высокая, тайну свято-сохранись. Эй! 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 Дорогие друзья, а сейчас я приглашаю на эту сцену того, кто пестует поколение «Нано», сотрудничает с поколением «Нэкст» и руководит поколением «Пест», директора нашей школы «Белоус» Ларису Владимировну, а также народных дел мастера, выпускника нашей школы по классу «Баяна» Прохорчука Евгения Александровича. Добрый вечер. Я очень благодарен этой школе за тот багаж знаний, который она мне дала. К сожалению, так получилось, что я не стал музыкантом профессиональным, пошел по другой линии. Ну и, как говорится, уже с годами начал заниматься изготовением музыкантных инструментов. Это вам для начала той самой мечты, где вы думали, чтобы инструменты все были мастеровые, подарок для начинающих маленьких музыкантов. Спасибо огромное. Я хочу добавить, что Евгения Александровича у нас буквально вчера прошел у нас первый всероссийский конкурс мастеров «Балалайки и Добры» в Красноярске, и он стал обладателем первой премии номинации «Добра». Можно его поздравить. Также, это замечательный инструмент, «Добручку», «Маленький» тоже для начинающих, ой, извиняюсь, «Балалайку», волнуюсь немножко. «Дарик» тоже, мастер-красноярец, Серега Васильевич Майоров. Дар вашей школе. Спасибо огромное. Наверное, самый дорогой подарок, который может получить школа в свой день рождения. Дорогие друзья, уважаемые гости, день рождения – замечательный повод, когда можно собрать друзей, пригласить близких и, конечно же, гостей. За 55 лет детская музыкальная школа номер 7 стала одной большой семьей для своих учеников, для преподавателей, сотрудников. Наши двери открыты для всех. Я благодарю сегодня всех тех, кто выходил на эту сцену. Наших учеников, выпускников, преподавателей, концертмейстеров, тех, кто непосредственно участвовал в подготовке этого праздничного концерта. Конечно же, наших партнеров – коллектив Дворца культуры Свердловский. Я уверена, если наши автомеханики и наши сотрудники службы ГИБДД будут так виртуозно играть на рояле и так великолепно петь, то за наше будущее можно не переживать. И мы без скромности можем называть себя Красноярским. Красноярск – город высокой культуры. Наша концертная программа подходит к завершению, но мы не прощаемся с вами. Мы обнимаем вас музыкой и дарим вам свое творчество от всего нашего большого сердца. Спасибо. На сцене лауреат международных конкурсов ансамбль русских народных инструментов Лей, солист, наш народный артист, лауреат международных конкурсов Александр Марков. Цыганочка! Спасибо. 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья! Пусть новый день начнется с улыбки на вашем лице! Пусть близкие будут здоровы, а жизнь преподнесет вам только долгожданные сюрпризы! Наш праздничный концерт подошел к концу! С юбилеем детская музыкальная школа номер 7! До новых творческих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok